Так, вещи надо убрать, мало ли что, рынок все-таки. И еще, писать какать не хотите? Быстро сходите, я потом с вами не собираюсь шастать. Вон, 5 рублей стоит. Сейчас дам копейки. На! Быстро, в темпе вальса. Вон, пирожками торгуют. Потом поедим, на обратном пути возьмем. А то я вас знаю, только вот сейчас пирожок съедите и все, мамочка дорогая, беги в туалет. Хорошие зима. Это зима, да, у вас? Это зима? Теплые, тепленькие, хорошие. Примеришь? Идем, все. Не надо, как этот. Позоришь, блин. А вон туда пошли. Шапку посмотрим, а то вон хожу, уши мерзнут. Как снегурочка, а-ля Улю. Ой, мне бы такую норковую шапку к моей шубе. Отец же, как обычно, шубу взял и все. И без шапки. Такую, наверное, мне надо было к шубе взять. Лялечка. Завязала мама лялечка. Или кепку вон, меховую. К шубе надо брать шапку. Ой, ваш отец ничего не понимает. Потом втайне куплю, ему не скажу. Ты тоже не говори. Прям как с обложки, да? Как вам? Отец точно с ума сойдет. Скажет, отпустил, блин, двух кукушек на рынок. Нет, ну это вообще какой-то, блин, таксист. Мама рулевая. Дайте мамочке штурвал, как говорится. Но она более строгая. Куда уж смеяться. Стас Михайлов какой-то. Стас Борецкий, блин. Точно Стас Борецкий. Еще красный пиджак не хватает. Тете Свете потом скинем. Света, привет. Мы на рынке с моей дочуркой. Вон, что налепила на голову. Да-ка она мне говорит, примерь, примерь. Издевается над матерью. Да нормальная вроде. Свет, тебе такое нужно. А то ходишь без шапки. Королева Менингита. Вот для бабушки пиджачок. Смотри, какой яркий. Она же такое любит. Самый самолет для бабушки. Че ты? Вообще, цветастая. Как раз у нее цветов тоже полно. Цветочек в ручку возьмет. Пиджачок накинет. И артистка. Вообще красота. Царские платья. Да, муж, будешь выходить? Сюда придем. Тебе вон купим. Самое красивое. Жених, если расщедрится. Ты на меня не смотри. У нас с папкой денег нет. Вон золотое возьмешь. Сейчас же модно. Золото да серебро. Вон смотри. На распродаже что-нибудь. А че плохо-то? Где плохо? Где написано, что плохие вещи? Прям все видят. С распродажи моя эта кофточка. У всех одно и то же в городе. Все с Китая, с этого вон. Шиньяня. Тю-тю-тю. Ускоглазики шьют. Я ничего против них не имею. Молодцы. Мы же потом в этом ходим. Наоборот, молодцы, ребята. Договорились же прийти посмотреть. Без истерик. Все хотят каждый год. Мама тоже много чего хочет. Но молчит. Сейчас все ходят в таких полгорода. Это натуральная облипочка. Облепят себя подростки, молодежь. Непонятно что. А потом болеют. Все, пойдем-ка. Хватит заглядывать. Непонятно на что. Спасибо вам. Красота. Хорошего вам дня. Хоть кофейку попью. А то уже ходим, блин, не знаю. Все ноги смазолила. Да язык выкрутила. А что, с тобой болтаешь, да болтаешь. Хороший кофеечек. Тебе тоже надо было брать. Ой, прям ты на рынке не ешь. Как говорится, нашим легче, нашим больше достанется. Истерить не нужно. Мы с тобой сразу, кажется, договаривались. Никаких курток мы покупать не будем. С подружками будешь так общаться истерить. Мне не нужно свой характер показывать. Не хочешь сидеть дома. Папке куртку, говорю, посмотрим. А то он сам ничего выбрать не может. Ходит уже дырень в подмышке. Стыдно от людей. Михалыч в прошлый раз увидел. Говорит, ты что, Люк, за мужем не следишь? Когда за ним следить-то? Он сам по себе. Опять, наверное, на рыбалке с мужиками. Непонятно, что творили. Ладно, сам выберет потом. А ты не помнишь, где мы тут с отцом мясо в прошлый раз брали? Такой кусман наваристый. Борщ, блин, неделю ели. А что? Вкусный был. Такой, блин, взяли этот кусок, кусочище. Там, по-моему, пойдем-ка посмотрим. Батьке позвоним, он нас заберет. Я мясо-то в руках не понесу, 5 килограмм. Акцу сейчас позвоню, чтобы он нас забрал. Устала. Уже от этого запаха глаза на лоб лезут. Дим, ты что, где? Едь за нами. Потом досмотришь свой пятый канал, эту звезду проклятую. Отключу вообще, Дим. Быстро давай, мы устали. Опять звезду включил и смотрит с самого утра. Вообще, надо выключать, блин, эти каналы для мужиков.